Итак, друзья, у меня загорелась лампочка. Я вам сегодня расскажу про бензин. Едем на заправку. Что касаемо цен на бензин в Соединенных Штатах. Вот в этой таблице вы можете видеть, как коррелируются цены на бензин с мировыми ценами на нефть. Чего в России, к сожалению, не происходит. Там почему-то цены растут по какому-то желанию друзей нашего президента. Но хочу отметить одну маленькую деталь. В Америке зарплаты раз в шесть и выше, чем в России. А бензин стоит, ну, практически где-то так. Хотите узнать про бензин? Сейчас все расскажу. Карточку не взяла. Итак, мои самые лучшие, самые внимательные зрители, сегодня я расскажу вам о том, как заправляют машины в Америке. Ну, секрета никакого нет. Заправляют их, в общем-то, как и везде в мире. Открывают бак и заливают бензин. Но в Америке, как вы можете видеть, заправщиков нет. Мы все делаем самостоятельно. Есть расчет кэш наличными. Вы можете пройти в магазинчик, там рассчитаться и залить бензин. Я сегодня это буду делать с помощью карты. Мы берем карту. Смотрите, сначала мы вставляем ее в заправочный автомат, набираем пин-код, и все происходит чудесным образом. Он говорит мне, забери карту. Я забираю карту. Только после этого я беру пистолет, открываю баб. В общем-то, как у всех автомобилей. И... Так, сегодня я выберу, как и всегда, бензин экстра 89-й. Это, наверное, эквивалент нашего 93-го бензина. Удивительно то, что этот заправочный автомат как бы мне доверяет. Сначала я показала ему, что я платежеспособна, потом вставила пистолет, произвела заправку, вынула пистолет, вернула его. И только теперь он говорит спасибо, что вы воспользовались моими услугами и списывает ровно столько денежек, насколько я заправила свою малышку. Да, пожалуйста, дорогой мой, спрашивает, нужен ли вам чек? Давайте возьмем чек, чтобы я могла вам все показать. Goodbye, Mela! Ну и заодно, дорогие мои, покажу вам, как я пользуюсь сервисом экспресс-мойки на той же самой заправке. Привет, дорогуша! Да, спасибо, я уже знаю эту инструкцию. Так, смотрите, она нам предлагает выбрать делюкс-мойку, какую-то полную мойку. Я обычно выбираю экспресс-мойку. Нужен ли нам чек? Нет, нам чек не нужен. И теперь мы вставляем карточку. Спасибо вам большое, я очень рада. А сейчас вот эта стрелочка мне показывает, что пора заезжать. В общем, сейчас вам буду все показывать и рассказывать. Поехали! Вот, я заехала. Роботы мне подсказывают, что сейчас происходит. Сейчас мою красавицу обливают. Вот, видите, облили пеной. Редактор субтитров А.Семкин И на табло сейчас вот показано, что сейчас смывается первое моющее средство. Дальше будет сушка, видимо. А, сушка ультразвуком. И лазерная сушка. Вот. Прикольно. Все это за какие-то, по-моему, 4 минуты. Вуаля, и машинка чистая. Да, сейчас как раз вот чистой водичкой смывают моющее средство. О, я как будто под дождиком. Сейчас начинается экспресс, такая, наверное, сушка. Да, лазерная сушка. Лазер-драй написано. Вот. Сейчас автомобиль высушат. И я поеду, надеюсь, на чистом авто. Честно говоря, такое ощущение, что я нахожусь в космическом корабле. Это же как-то немного страшновато. Потому что такой звук. И капли, капли прямо движутся, движутся. Как будто я сейчас куда-то взлечу. Ну, что вы хотите? Это же лазерная сушка. И хухры-мухры. Ну вот, вроде бы, спа-процедуры закончились для автомобиля. Загорела зеленая стрелочка. Можем выезжать и проверять качество работы. Спасибо, мойка. Мне было приятно. Ну и так, дорогие мои, давайте же проверим качество вот этой моечки за 6 с небольшим долларом. Ну, как она белой была, в общем-то, так она и осталась. Ну, смотрите. То, что налетает, это не отмылось. Потому что отмывают это, наверное, только ручки. Здесь вот все эти комары и мошки, которые были убиты этим бампером, они так и остались. Да, ну то хочу сказать. За 6 с небольшим долларов автомобиль, в общем-то, освежился. Не скажу, что он в идеальном состоянии. Все-таки идеально машину моют только мойщики. Мойщики насухо вытирают, полируют. Ну, вы, наверное, знаете. И классно было бы, если бы такой фен придумали для людей. Особенно для девушек с длинными волосами. Как бы здорово они высушивали волосы моментально. Ну, честно говоря, немного страшновато было там внутри. Как будто я сейчас улечу куда-нибудь. В Соединенных Штатах, в общем-то, как и в других странах, на заправках есть дополнительные сервисы. Как топ. А вы можете здесь пропылесосить свой автомобиль, бросив туда несколько четвертаков. Это, кстати, какой-то супер-супер пылесос. И со мной вместе молодые самоцветы. Сегодня я заправляла свою машину бензином регуляр, который стоит сегодня во Флориде 3 доллара 29 центов. Цены могут отличаться не только в одном городе, но и в разных штатах Америки. Также есть дизель, который на сегодня во Флориде стоит, в общем-то, одинаково. Ну, в общем-то, мы зашли в то место, где можно рассчитаться кэшем и посмотреть, что же здесь продается. Ну, смотрите, здесь вы можете купить себе что-то поесть, сами себе приготовить любые виды сосисок, в кляре и все, что угодно. Можете купить готовую еду, подогреть, поджарить, сварить кофе, причем абсолютно любой, с кофеином, без кофеина. Вау, что я вижу, посмотрите, где вы видели, в какой стране, чтобы на заправках продавали алкоголь. А здесь продают. И всеми любимое кока-кала, пиво, в общем-то, его большое разнообразие здесь тоже представлено. Также на даже самых маленьких заправках есть райсрум, туалетная комната, которую вы тоже можете воспользоваться. Ну, и, в общем-то, как и везде, всевозможные орешки, закуски, жвачки, сигареты, которые в Америке стоят недешево. Да, кстати, к слову сказать, мой оператор заработал себе на орешки и пиво, пожалуйста. Вот так происходит здесь отсчет. Да, абсолютно на всех, на всех торговых пунктах, заправках продается вода. Вода здесь продается вот такими большими упаковками. А это, ребята, огромный холодильник. Вот видите, написано «Ice». Здесь, вау, продается лед. Вода здесь, вау, продается лед. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...